Привет! Вы же меня знаете. В ближайшее время, возможно, один из самых символичных рынков нашего города, так называемая книжка, будет закрыт. Почему будет перевернута последняя страница книжки и кому это нужно, я на 100% не знаю, но порассуждать могу. Прокуратура поддержала, а бывшее управление торговли, сейчас там более замысловатое название, выдало предписание, согласно которому рынок должен покинуть место, на котором находился последние 13 лет. Да и не просто покинуть, а еще убрать за собой так, как убирали трибуны японские болельщики. Начисто. Уверен, что на это найдутся причины. Первая причина. Это парковая зона и тут должен быть парк. Ну и доступ должен быть свободный абсолютно для всех. Все это по генплану является центральным историческим ареалом. Значит, на склонах, которые по сути тоже являются парком, можно строить, огораживать и проход ограничивать. Или может быть склоны не такой уж исторический ареал? Вторая причина литературная. Здесь, мол, давно книгами не торгуют. В действительности же книги здесь есть. Причем такие, которых в обычных магазинах, как говорят по 10, днем с огнем не сыщешь. Что же касается заморских продуктов питания, то тут бунтарский дух книжки во всей красе. Продукты здесь со всего мира в шикарном ассортименте. Хотя подозреваю, что контрабанда из Европы здесь тоже имеется. Ну и последняя причина. Говорят, здесь доллары незаконно меняют. Да ладно, в центре города, в 150 метрах от здания служеб безопасности Украины меняют доллары. Ерунда какая. Да разве же это проблема? Практически на любом рынке или в магазине у вас с радостью возьмут зеленых хрустящих президентов. И это мы еще про вьетнамских ниндзя с 7 километра не поговорили. Вот где серьезный финансовый поток. Нью-Йоркская товарная биржа нервно курит. Совершенно очевидно, что дело не в заботе о гражданах и совершенно не в благоустройстве. Иначе бы не сбивали белым днем лепнину с памятником архитектуры прямо в центре города. И не разрешали бы незаконные мансарды, а потом мансарды на мансардах и все это рядом с этим же рынком. И не разрешали бы установку незаконных мафов, которые преграждают проход по тротуарам для всех пешеходов. Я так понимаю, что закрытие рынка книжка это вопрос очень важный для нашего города. Или для каких-то людей, которым просто место понравилось, как обычно. А знаешь что, Слава? Ведь то, что на книжке не все книжками торгуют, так ведь все очень просто. Спрос рождает предложение. Значит, людям кроме книг еще что-то нужно.